Сейчас мы начнем рисовать образец Господа Иисуса Христа на престоле. Прежде чем рисовать, спланируем ход работы. Начинать изображение нужно всегда с начальных форм, организующих начальных форм. В чем они состоят? Прежде всего, это ограничения в пространстве, это общие силуэты, общие размеры, большие пятна. В этих пятнах появляется динамика, какие-то главенствующие диагонали, которые удерживаются главенствующими вертикалями. Это основа. Основа не только изображения, но, в принципе, это основа и устройства жизни. Если вы руководите каким-то процессом, то вы обязательно понимаете границы своих действий. Например, если вы на кухне работаете, вы знаете границы своих действий. Или вы руководите каким-то предприятием, у вас есть тоже какие-то определенные границы. Вот. И есть разные люди. У кого-то большие границы, например, у чиновников широкие границы действий. Но они тоже ограничены, эти действия. У простого человека маленькие границы действий. Мы постоянно сталкиваемся с какими-то определенными границами, в которых мы производим действия. И нам в каждом деле всегда нужно выделять какое-то главенствующее действие, главенствующую динамику. Что мы будем делать сначала, что потом, что главное, что второстепенное. Если мы это не спланируем, то и дело не получится. Ничего не устроится. Ни обед не приготовишь, ни табуретку не соберешь. Ничего не сделаешь. Ни рисунок не нарисуешь, если ты не спланировал вот эту вот последовательность действий. И я вам сказал о вертикалях. Так, вертикали выполняют функцию стабилизации вашего действия. Например, если человек очень деятельный, много говорит, много выступает, он часто может терять равновесие на волне психоэмоционального состояния и немножко выпадать из равновесия и выводить из равновесия окружающих. Чтобы человек удерживался в равновесии, ему нужны какие-то статичные, определенные вертикали. Что это за вертикали в жизни человека? Это прежде всего то, что у человека получается просто, стабильно и без проблем, без каких-либо рисков. Вот, например, человек что-то умеет делать очень хорошо и с закрытыми глазами, так скажем. Это его ось, так сказать, вертикаль. Это его устойчивость. И при этом он производит какие-то действия, чтобы дальше развиваться. И эта динамика, она может иногда получаться, приносить результат, иногда может выводить человека из равновесия. Например, когда ты какую-то более сложную задачу решаешь, не по силам тебе, то это тебя немножко ломает, портит настроение, это тебя выводит из равновесия. И тогда ты возвращаешься к тем вещам, которые ты делаешь спокойно, хорошо, уверенно, стабильно. Их выполняя, ты обретаешь это равновесие и снова стараешься сделать что-то, что выше твоих сил. Таким образом регулируешь вот этот баланс, чтобы в порыве каких-то чувств и сверх таких, сверх действий, которые выше твоих сил, чтобы не сломиться, не впасть в отчаяние, в уныние, чтобы не перевернулось всё. Нужно обязательно иметь устойчивые какие-то дел, дела, действия, понятия. И всегда, конечно, устремляться к чему-то более сложному, более высокому. Но аккуратно, чтобы это вас не перевернуло, не завалило в сторону. Ну, из духовной жизни, если вы хотите пример, вы, наверное, в житиях, в потеряках, в житиях святых читали, что бывали такие случаи, что чем выше какой-нибудь там духоносный старец древности, тем ближе он к падению, тем ближе он к погибели. То есть на какой-то очень высокой духовной высоте опасно находиться человеку, потому что там очень тонкие идут какие-то действия, взаимодействия с духовным миром. Человеку легко запутаться. В материальном меньше мы запутаемся, в материальных делах, а в духовных легче человеку запутаться, ошибиться, принял не ту мысль, не то чувство. И все. Этот человек может постепенно или резко скатиться к какому-то уже, ну, какой-то деградации, скажем так, таким культурным, современным языком. Так что понимаем, что чем действие утончённее, чем сложнее задачи, тем опаснее вот эта грань, за которой всё может просто рассыпаться. Также и в изображении. Если мы работаем над какими-то тончайшими элементами, вещами, проявлениями каких-то тончайших эмоций, в выражениях, ликов, это действие уже является опасным в том смысле, что увлёкшись какими-то чувствами, какими-то впечатлениями, мы можем разрушить основу изображения. И изображение потеряет внутреннюю силу, равновесие, превратится в какой-то сентиментальный такой, псевдо-духовный фарс, можно так сказать. Вот. Поэтому очень важно все стадии изображения простраивать, продумывать и к тонким вещам подходить уже подготовленным с крепкой изобразительной основой. Вот сейчас мы простроили с вами начальные формы, основные объёмы, основные пропорции и основные диагонали, основные направления. Теперь нам нужно будет создать контраст, то есть создать контрдвижение. И тогда будет столкновение двух движений. Главенствующего, доминирующего движения и контрдвижения. Ну, так сказать, в этом столкновении появится некая такая сила выразительности, ну, некая необузданная, можно так сказать, энергия, которую нужно будет пластическими изгибами перенаправить к каким-то главным элементам, к жесту, к лику, к Евангелию, к чему-то очень важному. Вот в жизни всегда мы наблюдаем столкновение каких-то событий, действий, там, государства, интересы государства сталкиваются, люди между собой сталкиваются, в семье тоже бывают такие контрастные мнения. И вот очень важно уметь появляющуюся вот эту вот энергию, вот этого столкновения перенаправить в созидательное русло, не к разрушению, а к созиданию, к чему-то главному. И вот в этот момент столкновение действий как раз-таки и проявляется, и сами действия проявляются, проверяются на крепость, и нутро человека тоже проявляется. Куда он направит эту энергию? Во зло, в месть, в разрушение, или наоборот, он это направит на созидание, на примирение, на движение к Богу, или к жертвенной любви направит вот это вот событие. И очень важно понимать, какими художественными средствами вот этот контраст перенаправляется, как организуется пространство, как эта динамика усиливается и руководится художником. А дальше идет уже наполнение малыми формами. Малые формы — это частные формы. Частные формы. То есть вот эти вот организующие — это начальствующие формы, начальные. А малые — это частные. Это как бы начальник и подчиненные. Сначала начальник в своей компетенции организует определенные границы, пространство, стратегию разрабатывает, основное действие, направление. Происходит все равно какое-то противодействие, борьба действия, противодействие. И потом уже все это заполняется частными формами. И в результате чего изображение обогащается многообразием и приходит в единство. Но чтобы это единство образовалось, частные элементы должны тоже определенным образом взаимодействовать. По духовным законам они взаимодействуют, организуются. И когда малые элементы уже организуются между собой, то они уже изнутри корректируют общие формы. Вы видите, общие формы очень приблизительные. Они абстрактные. но когда появляется конкретика и она внутреннее взаимодействие вырисовывает, сплоченность, она начинает влиять на внешнее и корректирует внешние контуры, доводит их до совершенства. Они становятся четкие, выверенные, компактные, монолитные, крепкие. И тогда, можно сказать, свершилось, когда начальствующее и частное организованное по духовным законам все объединилось и укрепило одно другое. И тогда, можно сказать, что изображение состоялось. То же самое происходит у нас и в жизни. Основное движение у нас идет влево, все направлено к руке, к жесту, к благословляющей деснице, а контрдвижение идет в противоположную сторону, здесь вправо. Посмотрите, основное движение, оно более организованное, оно более динамично и подчеркнуто основными складками. Это видно в образце. Такие конкретные контуры. А контрдвижение, оно рассыпано, оно мелкими такими частями распределено по периферии. Вот, оно как бы дробное, не собранное, и поэтому оно менее сильное, чем основное движение. Здесь я подчеркнул, просто для наглядности, на самом деле здесь тоже короткая какая-то линия, вот она, складка, колено, здесь короткий отрезок, вот такой маленький, и рукав небольшой. Вот, остальное это все просто мелкие части вокруг. И поэтому доминирующее движение в силе, вот, контрдвижение создает контраст, и теперь появилась динамика внутренняя, вот эта экспрессия, которую нужно будет пластическими формами перенаправить и клику направить к жесту, евангелие, каким-то основным складкам, чтобы это все завязалось в единую симфонию. вот, это этап наброска пластических форм. Здесь основные мотивы, основные сгибы приблизительно переданы, и все они привязаны к диагоналям и к пропорциям, к общим размерам. и здесь мы уже видим, как динамика эта вся закручивается, как это все выразительно смотрится и создает некое впечатление первоначальное, пусть это абстрактное, еще такое формалистичное, но это уже впечатление, которое будет влиять на окончательный вид. В конце мы все это, конечно, оккультурим, успокоим, аккуратно обработаем, появятся еще какие-то прямые линии, строгость, но пока что это некая модель такой эмоциональной основы, такой внутренней эмоциональной основы изображения. Это как раз то, о чем я говорил, когда контраст, вот это столкновение действия-противодействия перерабатывается в какие-то пластические мотивы, которые все изображение организуют и концентрируют внимание на основных частях, на лике, посмотрите, как идет, каскад к лику, на жести, вот эти вот все движения, все это вокруг жеста, и в целом охватывает всю фигуру, и вся фигура, посмотрите, как она возвышается, какая стройность, устремленность вверх, сколько динамики вот этой вверх, ввысь. Вот так вот работают скрытые принципы композиции. Еще раз повторю, простые формы, простые размеры, действия, противодействия, и вот эти вот пластические перенаправления вот этой силы выразительности, которая возникает от столкновения контрастных движений.